Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! И сегодня я бы хотела поделиться с вами своим отзывом на продукты, которые я заказала с сайта Фармакосметика. Здесь есть как новинки для меня, так и те продукты, которые я повторяю уже много-много раз. И я думаю, что буду повторять их снова-снова и снова. В общем, мои любимчики. Так что, кому интересно, такая тема, продолжайте смотреть. Ну и первое, с чего я хочу начать, это я заказала вот такую мицеллярную водичку от марки Пиадерма. Я все ссылки вам оставлю внизу в инфобоксе, так что переходите, смотрите. В этот раз я заказала с помпой. Обычно я заказываю без помпы, потому что с помпой подороже, но без помпы не было. Эта мицеллярная водичка обошлась мне 1026 рублей, но там были и скидки, там постоянно какие-то скидки, акции. Я всегда их дожидаюсь для того, чтобы сделать заказ. Обожаю эту мицеллярную воду. С помпой, конечно, удобно. Я уже посмотрела, она откручивается. Я буду ее просто, наверное, переставлять в другие баночки, если это возможно. Хотя мне кажется, что нет. Или переливать сюда. В общем, супер мицеллярная вода. Обожаю. Покупала много-много раз и буду ее покупать. Кстати, выгоднее покупать, когда 2 по 500 миллилитров. Вам хватит на год и по цене будет намного дешевле. Почему именно эта мицеллярная вода? Несмотря на то, что, на мой взгляд, аптечные мицеллярные водички, они все очень хорошие. И мне нравится еще от La Roche-Posay мицеллярная вода. Но это стоит чуточку подешевле. Поэтому я заказываю ее даже 100 рублей какие-то. Но да, вот так вот. Я сейчас пыталась найти один комментарий. Мне оставляла одна девушка. Почему-то не могу его найти. Комментарий связан с очищением кожи. Я очень все время рекомендую тушь Eva Mosaic Lush Sensation, так она, по-моему, называется. Так вот, мне девушка написала, что купила эту тушь и ее очень сложно смыть. То есть она вначале умывается, а потом еще трет очень сильно глаза мицеллярной водой. Я делаю с точности наоборот. Я вначале снимаю макияж мицеллярной водой и только потом уже умываюсь какой-либо умывалкой. Может быть, изменить последовательность – это раз, как мне кажется. И второй момент – это то, что, может быть, мицеллярная вода плохо работает. То есть, может быть, поменять мицеллярную воду. Потому что вот этой мицеллярной водой я как-то даже снимала водостойкую тушь. Да, сложнее снимает водостойкую тушь, но все-таки снимает. Поэтому я ее обожаю. Также в этом комментарии меня девушка спросила по поводу того, как я ухаживаю за своими ресницами. Никак не ухаживаю. Поэтому снимаем просто макияж мицеллярной водой. Крашусь разными тушами. Крашу каждый день. И из-за того, что я крашу каждый день ресницы тушью, я не заметила, что они как-то при деле. Или их стало меньше. Или еще что-то такого. Такого я не заметила. Поэтому, ну, не знаю. Может быть, что-то где-то не так. Я здесь посоветовать, к сожалению, ничего не могу. Даже какие-то средства для роста ресниц я не использовала. Ну, нет, когда-то давно, мне кажется, использовала какие-то новые эффекта. Как такового никогда не видела. Так что люблю, обожаю. Всем рекомендую. Для сухой кожи вообще идеально. Почему я не использую там гарнир и все остальные? Они мне очень сильно сушат область под глазами. Настолько сильно, что прямо у меня появляется такая мелкая сетка морщин. Поэтому, по совету косметолога, я сменила мицеллярку и теперь очень сильно довольна. Тем более, это боди. Мне хватает, кстати, очень надолго. Здесь 500 миллилитров. Следующий мой просто любимчик. Я обожаю это средство. Обожаю настолько, что это моя... Мне кажется, это четвертая банка уже. Да, мне кажется, это четвертая банка. Это крем с авокадо от Holy Land. Обошелся он мне в 2258 рублей. Здесь на минуточку 250 миллилитров. То есть, примерно 450 рублей за стандартную баночку крема в 50 миллилитров. Мне кажется, бюджетнее некуда. Меня очень часто спрашивают, какой бюджетный крем для сухой кожи я могу посоветовать. Вот этот. Да, в один раз нужно выложить 2200 рублей. Мне кажется, я как-то его и за 200 и за 2000 покупала. Ну, что-то такое, да. Нужно сразу отдать много. Этой банки мне хватает примерно месяцев на 9. С учетом того, что я его прям намазываю на себя толстым слоем. Я очень часто могу этот крем использовать в качестве маски. То есть, нанести таким плотным-плотным слоем. Особенности зимой, когда морозы на улице и кожа пересушена. И остатки просто вбить пальчиками и лечь спать. Делает кожу лучше. Напитывает, увлажняет. Не конфликтует ни с какими сыворотками, ни с какими тональными основами. Вообще ни с чем. Просто идеальный. Он с каждым днем делает кожу все лучше, лучше и лучше. Обожаю его. Я обычно из вот этой большой боди перекладываю в какую-нибудь маленькую баночку. Ей пользуюсь. А эту ставлю на дверцу в холодильник. Кожа к нему не привыкает. Вот я сейчас несколько месяцев обходилась без этого крема. И я понимаю, что кожа не... Она не привыкает. Просто она... Вы настолько привыкаете к тому, что ваша кожа в хорошем состоянии, что хочется покупать этот крем снова и снова. Но этот крем подойдет только для сухой кожи, для обезвоженной кожи в том числе, для суперсухой кожи в том числе. Для нормальной кожи он будет оставлять блеск на лице, для комбинированной тем более. Но если вы хотите подобный крем, 250 мл, и у вас не сухая кожа, у Holy Land есть в подобных объемах, потому что это получается выгодно. То есть вы купили крем на год, забыли вообще о том, что вам нужно приобретать какой-то крем. Под него покупаете различные сыворотки, любые вообще по ценовой категории, хоть бюджетные, хоть не очень. Он не будет с ними конфликтовать. Не знаю, можете его наносить в качестве дневного, ночного, как хотите, да. У Holy Land есть еще азуленовый крем вот в такой же упаковке. Он подойдет, я его, кстати, как-то приобретала, но он подойдет для кожи с куперозом, и он слегка подсушивает кожу. То есть, на мой взгляд, подойдет для комбинированной или жирной кожи с куперозом, или для сухой кожи. Но тогда нужно сыворотку. Это я про азуленовый сейчас говорю. Также есть, по-моему, дневной крем для комбинированной или для жирной кожи. Я, в общем, везде, где найду вот эти большие упаковки от Holy Land, да, я вам оставлю их внизу в инфобоксе, ссылки на кремы в больших упаковках. Кстати, Holy Land сменил упаковку. Раньше крышечка была матовая. Я даже вначале подумала, что, боже, неужели изменился и сам крем. Нет, сам крем не изменился. Он вот так вот выглядит. Все приходит запечатанное. Все супер. То есть, он такой, видите, как слегка такой гелево-кремовый, я бы так сказала. Достаточно плотненький, жирненький. Очень хорошо ухаживает за кожей. Делает ее с каждым днем лучше. Я очень сильно рекомендую. Еще раз повторюсь, ссылки на другие крема от Holy Land в больших объемах я вам тоже оставлю внизу в инфобоксе. И я могу сказать сразу, что данную марку, вот сколько я продуктов от нее не пробовала, нужно приобретать именно по типу кожи, по проблеме кожи и по каким-то, не знаю, по тому, что необходимо на данный момент для вашей кожи. Потому что, если вы, допустим, у вас комбинированная кожа и вы приобретете данный крем, он будет оставлять блеск. Если у вас, допустим, сухая кожа и вы приобретете какой-нибудь крем для жирной кожи, то он вам просто не подойдет. То есть здесь у профессиональных марок четко проблема решения, да. То есть только так, только по типу кожи, только по проблеме. Но это мой любимчик, обожаю его. Если его, не дай бог, перестанут продавать или снимут с производства, я буду очень сильно расстроена. Так, и следующие три средства. Это новинки, которые навеяны, наверное, покупка их навеяна, наверное, вами, моими дорогими подписчиками. Потому что меня очень часто спрашивали, как я отношусь к этой марке. Я говорю о марке Виши. Очень часто меня спрашивают, как я к ней отношусь. Я в свое время пробовала средства серии Аквалия Термаль, по-моему, так называется, в такой голубой упаковке. Не голубой, темно-синей упаковке. Мне они не особо понравились. То есть я не скажу, что что-то было плохое, но не впечатлили. От Виши я также использовала умывалочки, которые мне нравятся. Мицеллярная вода тоже я приобретала, но Биодерма получается дешевле, выгоднее по объему. Я люблю большие боди, поэтому покупаю ее. Вот, ну, в принципе, все. А, еще пробовала вот эти знаменитые их маски, которые похожи, как у гарнир. Там какие-то очищающие, там еще что-то в сашетках пробовала. Они меня не впечатлили, честно признаюсь. Значит, здесь заказала вот такой Slow Age, вот такой вот набор. Набор этот для 8 марта, ну, как бы подарочный на 8 марта. Этот набор обошелся мне, с учетом всех скидок, я тут накладную подглядываю, обошелся мне в 3709 рублей. Я сложила, если я буду покупать со скидкой по отдельности, 3 средства. В наборе получается дешевле, поэтому я его и приобрела. Линейка вообще предназначена против признаков старения на разных стадиях формирования. И когда я получила этот набор, вообще, на самом деле, очень большие надежды возлагала на этот набор, скажу сразу. Значит, здесь идет у нас ночная маска, ночная крем-маска 50 мл. Уход для контура глаз 15 мл. И уход для лица 50 мл. То есть, наборчик пришел в такой замечательной, красивой коробочке. И каждое средство еще, конечно же, было запаковано в небольшие коробочки. Но давайте я уже перейду к средствам. Первое – это у нас укрепляющий уход против признаков старения на разных стадиях формирования. Значит, вот такой кремушек в стеклянной, насколько я понимаю, упаковочке. Он идет такого слегка бежевого цвета. Достаточно легкий крем, на мой взгляд, но хорошо увлажняет. Этот крем не подойдет лично мне зимой. Зимой и весной 100%. Нет, мне его будет недостаточно. Он подходит для меня сейчас. Я его использую в качестве дневного крема. Чаще всего в качестве дневного. В принципе, ничего я плохого про него сказать не могу, но и не вау. То есть, я как бы не заметила, что какой-то тонус, тугор появился, да. Просто дает хорошее увлажнение. Не супер, но хорошее. Не знаю, буду продолжать дальше пользоваться, но я не могу сказать, что прямо вау. То же самое я могу сказать по поводу крема для области вокруг глаз. Я читала в отзывах, что якобы он просто за счет своего оттенка, он такой розово-бежевый, он как бы придает такое сияние под глазами. Я не заметила, что он содержит какой-то пигмент в себе, чтобы корректировать. Просто да, он за счет своей плотности придает такой коже сияние небольшое. Ну и все. То же самое на зиму, на весну мне его будет недостаточно. То есть, для меня это слишком легкий крем. И я бы не повторила, честно. Я, конечно, добью до конца, и уже в пустых баночках расскажу вам о том, насколько прям сильно или не очень мне понравились данные средства. Но для сухой кожи немножко слабоват. Возможно, как-то действует, что я что-то не замечаю, да, действует как бы изнутри, окей. Но, чтобы это понять, нужно добить средства до конца. Я в этом просто убеждена, поэтому буду продолжать дальше пользоваться. И в пустых баночках уже расскажу. И следующее, это вот такая ночная крем-маска, которую можно использовать в качестве ночного крема. Можно использовать в качестве маски. То есть, наносить плотным слоем вечером. И там остатки убирать салфеткой или, допустим, впивать. На самом деле, он немножко липкий. И когда я открыла баночку, я, конечно, обалдела, честно. Вот такой цвет очень напоминает мне, знаете, детская пюрешка с черносливом. Вот очень мне напоминает. Прямо практически один в один. Имеет такой, ну, просто косметический аромат. И на самом деле, когда я увидела вот эту историю, я немножко расстроилась. Потому что, как вы видите, это такая гелеобразная история. Я обычно такие гелеобразные вещи не сильно... Крема, да, кремы, они не сильно увлажняют мою кожу, не сильно питают мою кожу. Они такие более легкие. Нет, это не та история. Это супер, просто супер вещь. Это реально моя находка. И я думаю, что я прикуплю себе снова, когда у меня закончится. Во-первых, я его использую не как в качестве маски, а в качестве ночного крема. Его нужно совсем чуть-чуть. То есть, я, видите, пользуюсь им. И, ну, я не каждый день наношу, честно признаюсь. Но вот сколько я уже пользуюсь, и не так много его у меня ушло. Вот он вот такой вот, видите? Ну, реально, как вот какая-то детская пюрешка мне очень напоминает с черносливом. Вот, вы наносите его, и он, ну, липкий немножечко, да, за счет, можно, то есть, промокнуть салфеткой перед тем, как лечь спать. Он придает вот такой блеск. Для сухой кожи это не страшно, да. Для жирной кожи, мне кажется, не подойдет, на мой взгляд, да. Поры не забивают ничего, очень комфортно. И вы с утра просыпаетесь, кожа увлажненная, напитанная. Она как реально обновленная. То есть, настолько хорошо он питает кожу, что с утра такое ощущение, как будто бы вы все время спите по 12 часов. И все время отдыхаете, вообще не напрягаетесь. То есть, кожа приобретает такой ровный оттенок. Нет никакой ни синевы, ни серости, да. Когда вот, по крайней мере, у меня, если я плохо сплю или как-то сильно устаю, моя кожа приобретает такой сероватый оттенок. И эта маска, она просто преображает. Крем-маска, она просто преображает кожу, делает ее просто потрясающе. Но вот этот блеск, он с утра тоже остается на коже. То есть, ну, я не промакиваю салфетку. Я просто небольшим тоненьким слоем наношу, распределяю на все лицо, шею также. И ложусь спать. Но ложусь спать я обычно не сразу. Я там, похожу туда-сюда, книжку почитаю. То есть, минут через, ну, где-то примерно через полчаса я ложусь спать. Небольшая липкость все-таки присутствует, да. Но для меня это не страшно. Я вообще, как бы, спокойно к липкости отношусь, да. Особенности на лице. Я иногда даже наоборот люблю, знаете, так побольше намазаться, чтобы, ну, чтобы уж наверняка, да. Вот. Достаточно экономичный расход. И просто кожа реально потрясающая. Я его использую как, ну, такую палочку-вручалочку для меня, да. То есть, тогда, когда я вижу, что моя кожа становится такой сероватой, что она как бы устала. Я не знаю, можно так сказать, когда я устала. Я использую на ночь этот крем. И с утра, вуаля, кожа в отличнейшем состоянии. Мне это очень сильно нравится. Поэтому вот это средство, ну, допользуясь в пустых баночках, уже расскажу. Но я думаю, что я его повторю, потому что эффект просто потрясающий. Потрясающе. Мне очень понравилось. Так что вот такой вот у меня был заказ с сайта Фармакосметика. Все продукты практически все мне понравились. Но вот эти два средства, то есть на лето, мне очень даже неплохо. Очень даже неплохо. То есть, я ничего негативного сказать не могу. Но повторю или нет, для меня вообще средство, если средство хорошее, значит, тот, кто его использовал, захочет его повторить. Правильно? И поэтому вот я говорю, что в пустых баночках я скажу, повторю ли я вот эти два средства или нет. Вот. В принципе, по мне так достаточно хороший заказ. Такой мне он очень понравился. И я надеюсь, что вам тоже понравилось такое видео. Оно было для вас полезным и интересным. Не забывайте, что все ссылки я вам оставлю внизу в инфобоксе. Ставьте пальчики вверх. Мне это очень приятно. Оставляйте свои комментарии, какими продуктами от марки Виши пользуетесь вы, и они вам нравятся. Потому что я как бы вот попользовалась тогда Аквалии Термаль, и почему-то решила, что я больше не хочу смотреть на Виши. Ну, вот знаете, такое вот есть непонятное по пару продуктов. Я считаю, нельзя судить у марки в целом. Вот. Так что буду ждать ваших комментариев. Всех люблю, целую, и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok